Привет всем моим Пусикусам, а также всем тем, кто впервые наткнулся на этот чудесный розовый канал. С вами я, Пус Пинг, и в этом видео будет яркий и красивый бьюти-челлендж на макияж губ, вдохновленный фильмом Beetlejuice, часть вторая, ну и к первой части этот челлендж тоже подойдет. Поэтому садимся поудобнее, поддерживаем авансами это видео большими пальцами вверх за честность и креатив, и подписочкой на мой канал. Первую часть Beetlejuice я каждый раз пересматриваю перед Хэллоуином, это уже моя личная персональная традиция, это меня вдохновляет для творчества, для ярких образов. И вторая часть, надеюсь, меня не разочарует, она уже вроде вышла в интернете, но я пока ее не смотрела, я очень боюсь разочароваться, потому что первую часть я очень люблю, она как сказка погружает в мир определенных фантазий Тима Бертона, поэтому кто не смотрел первую часть, обязательно советую к просмотру. Этот бьюти-челлендж просто повсюду, я обязана его затестить, работает, не работает, поскольку это очень спорно. У кого-то работает, у кого-то не работает, даже у Мики Туториум не сработал этот бьюти-челлендж. Буду пробовать этот челлендж в двух разных текстурах. Нам потребуется максимально кислотно-зеленый цвет, или же зеленый, или кислотно-зеленый, но вот такой прям насыщенный оттеночек. Неважно, какой текстуры, будь то помада, жидкая помада, в данном случае у меня нет ни того, ни другого. Я буду пробовать делать эти губки с помощью вот такого лайнера от Барри Эм. Я его купила на платформе Эйсос. Сейчас нет ни Барри Эм, ни Эйсоса, но вот этот лайнер остался. Есть подобные лайнеры и цвета от марки Хандаян на Вайлдберрис. А для тех, кто не хочет заморачиваться и искать Хандаян, очень советую вот такой наборчик кислотных неоновых светящихся в ультрафиолете лайнеров от марки Севен Дейс. Собственно, вот таким зелененьким я тоже затестю. Хоть один продукт да сработает. Губки упитаны. И начинаю наносить лайнер для глаз от Барри Эм. Все равно он у меня долго лежал без дел. Ох! Цвета Битл Джуса. Это кислотно-зеленый и фиолетовый. Выглядит уже жутковато само по себе. Ее нужно наносить, как обычную помаду, попасть полностью во все трещинки, вот на всю длину, высоту контур губ. Так, и для черных теней я буду использовать палеточку Revolution London и Faria. Самая бюджетная, но самая рабочая. То есть тут есть самые необходимые базовые для ярких образов и гримов цвета. И матовый черный. Кстати, объем у каждого рефила очень большой. Вот о губке. Офигеть! Офигеть! Ну вы видели все сами, я специально не супер ускоряла. Выглядит просто фантастически! У меня сработало. Так, сейчас осталось только подровнять контур. Я подровняла контур. Выглядит просто бесподобно. Я понимаю, исполнение так себе. Но схема-то рабочая, при учете того, что я не использовала какую-то суперкрутую, дорогую, лимитированную помаду кислотного цвета. Нет, это обычная подводка, кислотно-зеленая. И черные матовые тени. Но схема-то рабочая. Шикарно лично мне очень нравится. Такой кроколюровый эффект. Вот такой прям лопнутый, потрескавшейся кожи. Кожа в данном случае в Битл Джуси. Это была змея, змей, пустынный змей, который охотился за главными героями. И прям... Ну вот, когда удалось, тогда удалось. Вы можете перемотать, насколько я была, ну, такая немножко грустненькая на своей волне в самом начале этого видео. И насколько я прям радостная сейчас. Хотя, вроде бы, выгляжу я еще более фриковая, чем в начале. Но важно не внешность, важно именно состояние внутри. И внутри я очень-очень счастлива. Эксперимент удался. Сейчас я это все безумие сотру с губ. И двигаемся по другому продукту во втором эксперименте на эту же тему. И для второго эксперимента я буду использовать кислотно-светящийся зеленый аквалайнер от марки Seven Days. И поскольку это аквалайнер, то есть достаточно взять только водички. Я уже подготовила водичку. Нужно выбрать кисточку. Это будет вот такая плоская синтетическая кисточка. Макаем кисточку в водичку. Набираем и разбодяживаем аквалайнер. Мне самое интересное, что в итоге будет лучше из этого всего. Вот, набодяживаем. И также по тому же принципу, как помаду наносим на губы. Будет еще и светиться в ультрафиолете. То есть если сделать такой макияж в клуб или на Хэллоуин, он будет не только пугать людей днем при свете солнышка, но еще и жутко пугать людей при свете ультрафиолета. Это мы тоже затестим. С первого нанесения наносилось очень мягко, просто и равномерно, без проплешин, даже с одного слоя. Это меня подкупило прям хорошо. Ну, само собой, с этим проще губы. Рудово, чем с жидкой подводкой для глаз. То есть дело не в фирме, просто... Ну, сами продукты изначально не предназначены для губ. Но я же люблю эксперименты. А сейчас вот эти усики, усики из черного цвета. Ну, да ладно. Опять сработало, но результат все-таки был ярче с подводкой, хотя и тут результат тоже есть. Не, ну выглядит классно, выглядит классно. Сейчас я подровняю вот эти черные усищи и проверю в ультрафиолете. Тим Бёртон нас погружает в свою атмосферу сказок. Также сейчас погрузитесь в эту атмосферу. Представьте, вы видите вот это пугающее чудо с такими губёхами при свете дня. И резко наступает ночь, и откуда-то появляется ультрафиолет. Так. Вот, вот так я поймала свет. Ну, красота просто неописуемая красотища. Так, я думаю, как бы подсветить так, чтобы... О-о-о! Да! Тим Бёртон мной бы гордился. Он бы отдельно меня включил в свой фильм про Битлджюса. Поэтому, Тим, если смотришь мои видео, напиши мне, позвони мне. Я жду съёмок в третьей части. Даже из подручных средств этот челлендж работает. И доставляет массу радости и веселья. Замечательно, когда вроде бы есть вся косметика на планете. Вот вроде бы есть все техники макияжа на планете. Но каждый раз придумывают что-то новенькое, что-то яркое и весёлое. Пишите своё мнение по этому поводу. Нравится, не нравится. Любите Битлджюса? Не любите, но я очень люблю. Ну, мне интересно узнать ваше мнение по всему этому поводу. Также не забываем подписаться на мой телеграм-канальчик. Все последние видосы, скажем так, сниппеты того, что тут происходит, тоже я сгружаю сразу туда, прям в процессе сгружаю туда. Все, что за кадром, именно там. И косметикой, и общение, и всё именно там. Фотографии и всякие артикулы на новинки косметики. Или же описание и сводчик косметики в моей группе ВКонтакте, Пуспинг ТВ. Подписывайтесь и туда, и туда. Я искренне буду вам рада. Всем спасибо за ваш просмотр. И отдельная благодарность за то, что вы со мной поддерживаете меня своими просмотрами. И ещё лучше лайками. Это бесплатно, но крайне приятно для авторов. Поэтому не забываем ставить прямо сейчас этот лайк. Иначе я вам приснюсь именно такой. И не просто такой, аж ультрафиолетовый такой. Большой палец вверх прямо сейчас. Спасибо, что вы поддерживаете меня в эти сложные, мировые времена. Для планеты Земля они сложные. Для блогеров на Ютьюбе они крайне сложные. Но вы всё равно со мной. И я буду стараться быть с вами на Ютьюбе до самого последнего мегабайта. Когда полностью всё не закроют, я буду загружать видео на Ютьюбе. Я не сдамся ни за что. И советую вам не сдаваться в этой жизни. Даже если у вас что-то с первого раза не получается. Значит, получится со 101. Но обязательно получится, если вы этого хотите. Большой палец вверх. Подписочка на мой канал. И не забываем поставить колокольчик. Так как я вас буду удивлять в активном темпе. Чем-то ярким, новым, интересным бьюти-продуктами. И, конечно же, вот такими вот сумасшедшими бьюти-челленджами. Ну, а вам хочу пожелать крепкого здоровья. Отличного, яркого, немножко сумасшедшего, но радостного в душе настроения. Несмотря ни на что. И, конечно же, большой любви. Всех люблю, всех целую. С вами была я, Пуз Пинг. И до скорых ультра ярких и веселых встреч.